Министр здравоохранения Вероника Скворцова посещает сегодня карантинную зону. Она была в больнице в поселке Ярсале. Ранее Вероника Скворцова заверила угрозу распространения сибирской язвы с территории Ямала в другие регионы. Нет, ситуация под контролем. По оценке главы Минздрава, вскоре все стабилизируется. Подразделения Минобороны радиационной, химической и биологической защиты уже приступили к работе. На помощь пришли медицинские работники МЧС. Именно в селе Ярсале развернут первые пункты временного размещения. Губернатор Инна Дмитрий Кобылкин лично контролирует все работы по ликвидации вспышки заболеваний. Накануне Вероника Скворцова лично провела медицинский осмотр в окружной больнице Салихарда. Там госпитализировано 90 человек, у 23 подтверждено наличие возбудителей сибирской язвы. Большинство госпитализированных в состоянии удовлетворительное. Один ребенок мальчик 12 лет умер. Подросток был в семье, где ели необработанные мясо оленей и пили кровь. Кровь этих животных. Но сегодня Вероника Скворцова также посетила больных. Это все временно, надо находиться и обязательно. Вот поначалу у него были лимфузы уличные, мы ее хотели на Салихард, но клинических проявлений нет. Сотрудники МЧС занимаются расселением оленеводов, которых эвакуировали за вспышки сибирской язвы. Временные городки организованы в основном под Салихардом. По обращению губернатора Ямал-Анинского автономного округа, министру МЧС России Владимиру Пучкову, было принято решение направлять трех бортов. В бортов загружено это имущество, это палатки, это кровати, это матрасы, это полностью городок жизнеобеспечения для людей, которые выводятся из карантинной зоны. Чтобы можно было там полностью все укомплектовано, чтобы можно было эллифтидей расселить. Для эвакуированных уже доставлено 3000 сухих пайков. Специалист МЧС также принимает участие в тушении на Ямале природных пожаров. Министерство усиливает там группировку спасателей. На Ямал прибыли 30 специалистов со специальной техникой, включая болотоход. На месте также работают сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Приведены в готовность подразделения центрального подчинения. Дополнительно мы можем здесь, в территории Уральского федерального округа, еще порядка 200 человек. С Уральского спасательного центра, с регионального поисково-спасательного отряда мы задавали вопрос о том, как набирали ребят, которые сюда прилетают. Это профессионалы, это люди, которые побывали при ликвидации ни одной чрезвычайной ситуации. Живечная мерзлота, оттаял какой-то слой, и плюс еще и пожары, которые создают воздушные потоки. Вот все вместе создало такую ситуацию, что споры, которые действительно столетиями, несколько столетий, если не тысячелетий, просто нет подтвержденных данных, чтобы так говорить, могут сохраняться вирулентными в почве на месте павшего животного, они рассеялись по большой территории, потому что одновременно две тысячи оленей.